Идем дальше. Сейчас узнаем, что объединяет двух железных леди. Инженера Снежно-Тагильского медкомбината и ныне мега популярную в интернете прокурора Крыма. На самом деле инженер медкомбината художница в душе. Она создала аниме-образ Натальи Поклонской для того самого клипа, который собрал миллионы просмотров в интернете. Встретилась с художницей Татьяна Григорьева. Комната Надежды Ракитиной словно японская автономия в Нижне-Тагильской квартире. Герои аниме занимают всё свободное пространство. Комиксы девушка читает в оригинале. Для этого специально учит Кану – японскую слоговую азбуку. Вот и в лице прокурора республики Крым сразу разглядела эталон аниме. У Натальи маленькое лицо, довольно широкий скул снизу, ну, лицо снизу, вернее, шире. И большие глаза, что первое бросается, когда смотришь на фотографию. И поэтому другие художники, японцы стали обращать на это внимание. Надежда Ракитина тоже решила не оставлять миловидную внешность блондинки в законе без своего художественного внимания. Вместе с блогером Инджойкиным создали клип «Няш-мяш». Фрагменты интервью Натальи Полонской удачно легли на музыку. И прокурор запела. Художница, как и ее героиня, «Железная леди». Аниме для Надежды Ракитиной – лишь хобби. Работает она на Нижне-Тагильском медкомбинате инженером-конструктором. Рисует детали к токарным станкам. А вот Наталья Поклонская не побоялась, в отличие от четырех мужчин, занять пост прокурора республики Крым. Это только на первый взгляд она. Добрая фея. Моя миловидная внешность мне не мешала на протяжении 12 лет работы в органах прокуратуры, поверьте. Все бандитские группировки – это были моими подсудимыми, которые отбывают наказание. Некоторые подбывали наказание. И абсолютно она мне никак не мешает. Пусть она усыпляет бдительность моих противников. Теперь не только клип, но даже видео с пресс-конференции Натальи Поклонской засматривают до дыр. Какая прелесть, приятный голос, какая она хорошая и миленькая, какие глаза, как смотрит красиво, симпатяшка. Да только ради такой девушки нужно было Крым из лап этих вырвать. Серьезная прокурорша судила Башмаков. За это, говорят, ее побили сильно в подъезде дома. Сквозь зубы Наталья Поклонская говорит не для предания своему образу шарма, пишут интернет-издания. Несколько лет назад ее избили, повредив челюсть. Миллионы просмотров клипа «Няшмяш» не повлияли на жизнь ни прокурора, ни художницы. Наталья Поклонская сейчас налаживает работу в своем ведомстве. Надежда Ракитина не собирается уходить с комбината. Работа ей нравится. А аниме так и останется хобби. Татьяна Григорьева, Сергей Чайков. События. Итоги недели.